Дорогие братья и сестры, я вынужден кое-что заявить, и это скорее относится не к нашим обычным посетителям блога, а совсем для других людей. Но я хочу, чтобы это прозвучало в пространстве. Я сегодня первый день вышел из отпуска и приступил к своей обычной деятельности. А вот когда я отдыхал на Дориатике, время от времени раздавались мне всякие звонки, в частности, из средств массовой информации. И вот раздался такой звонок из РИА Новости, который попросил мне комментарий. Я сказал, что я комментарий давать не могу, потому что у меня нет никакой информации. И то, что просили комментировать, я только узнал из уст корреспондента, который мне изложил, в чем суд делом. Я отказался делать какой-то комментарий. Потом я узнал, что оказывается из нашего разговора, я был в полной уверенности, что мы на том и порешили, что я не даю никаких комментариев о предмете, который мне неизвестен. Он не только в РИА Новости был состряпан какой-то мой комментарий, но и он распространился по всем другим средствам. После этого мне еще звонили из разных агентств, даже из BBC по этому поводу. Это по поводу ДТП, который совершил... Потом я это узнал, и оказывается, чуть не месяц назад один православный священник протаранил, так сказать, два, что ли, автомобиля. В общем, совершенно не помню и не знаю, и, в общем, это вообще-то не по моей части. Единственное, чем я там сказал, что я говорю, спасибо, что сказали, буду молиться, чтобы для него все кончилось благополучно. Оказывается, это все было использовано для того, чтобы поддерживать очередную антицерковную акцию. К сожалению, вот та привычка быть постоянно на стороже, она у нас утратилась, потому что всегда в последние 15 лет средства массовой информации, в основном, ну, кроме некоторых, были по отношению к церкви довольно благожелательны. Вот, а теперь оказывается, что даже вроде нейтральной реановости, вот, используют такие технологии. Это очень печально, конечно, очень печально, и придется делать определенный вывод. Потому что обычно, когда я даю какой-то комментарий, я прошу, чтобы мне прислали текст, который я сам отредактирую. А тогда пустим в печать, только таким образом. Или в прямом эфире. Потому что, ну, сами понимаете, как легко исказить сам смысл выступления. Тем более, я не выступаю по поводу каких-то событий, в которых я некомпетентен. Вот, хотел это заявить, и я этим событием очень недоволен. Это, конечно, ну, в общем, обычный такой случай из нашей жизни. Ну, я счел своим долгом оповестить уважаемую публику о том, что никаких текстов по этому поводу я не создавал. Вот, дело в том, что если описать эту ситуацию отдыха, вот, а позвонили мне утром, а там еще большая разница во времени. И, так сказать, я с самого начала, в самом начале нашего диалога сказал, что я никаких комментариев давать не буду. Вот, ну, просто, видимо, использовали мою обычную разговорчивость для того, чтобы потом сделать какую-то нужную нарезку. Вот, спасибо вам за ваше внимание. Спасибо. 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 Спасибо.